МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Океан вмещает сотню рек так же, как широкая душа вмещает многое. Практика показала, что открытость – это необходимый путь, ведущий к развитию и процветанию государства. Перед лицом глубокого регулирования мировой экономической архитектоники позиция Китая является громкой и ясной. Китайская дверь для мира всегда будет открыта, не будет закрыта. Слышите дверь, что мир может вернуть в Китай, и Китай может идти в мире. За эти пять лет были открыты зоны свободной торговли, запущенная инициатива «Один пояс, один путь», учрежден Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, создана новая модель экономики открытого типа. Саммит АТЭС в Пекине, саммит G20 в Ханчжоу, всемирный экономический форум в Давосе, встреча лидеров стран БРИКС в Сямэне, все больше китайских концепций и проектов получает широкое мировое признание. Приблизившись к центру мировой арены, это крупное восточное государство уже стало первым двигателем роста глобальной экономики, основной силой глобального экономического управления, а также гордостью и твердой опорой своего народа, снискавшей большое уважение. Китай шагает по пути открытости более уверенно, более твердо и более непринужденно. В верховье реки Нудзяну, в деревеньке Лао-Мудэн, затерявшейся в глубине гор, скоро произойдет важное событие. Ю Ю Линь владеет самой крупной гостиницей в деревне. Как только здесь случается какое-нибудь радостное событие, он сразу же выкладывает фотографии в своих моментах в Вичате. Радостное событие – это отнюдь не преувеличение, так как в Лао-Мудэн впервые приезжают такие важные гости из-за границы. Чтобы добраться до этой деревни из Кунмина, нужно ехать целый день на машине. Если бы сюда не проложили дорогу, приезжим было бы сложно попасть в это место. Хавьер Миранда является лидером правящей партии Уругвая. Он специально приехал в Китай вместе со своими коллегами, чтобы перенять опыт. К 2020 году Китай планирует достичь цели всеобщей средней зажиточности. Эта деревня, среднедушевые доходы в которой за последние пять лет выросли в четыре раза, является одним из самых типичных примеров для Китая. Население Уругвая составляет 3 миллиона 440 тысяч человек. 250 тысяч из этого числа нуждаются в избавлении от бедности. Именно китайская модель поддержки нуждающихся побудила Хавьера Миранду и его коллег пересечь половину земного шара и приехать в глубину этих гор. Уругвайских гостей сильно вдохновили и заинтересовали такие методы, как создание экологически чистых чайных плантаций и открытие семейных гистхаусов. Эти дома были построены в последние несколько лет. Теперь местные жители живут в бетонных домиках, в котором подведено электричество. Житель деревни Тото Синь, Дзю Джедун, сказал сеньору Миранде, что эта китайская модель внедряется по всей власти. Гости издалека здесь почуют картошкой и яйцами. При таком китайском гостеприимстве рушатся любые языковые барьеры. В этой горной деревушке Хавьеру Миранде удалось почувствовать счастье народа и его стремление к будущей счастливой жизни после избавления от бедности. Ликвидация нищеты является серьезной мировой проблемой. В течение последних нескольких лет на 10 человек, освобожденных от бедности, во всем мире приходится 7 китайцев. Сокращение бедных в таком количестве это беспрецедентное явление в человеческой истории. А данная модель поддержки нуждающихся, в свою очередь, является выдающимся китайским изобретением. Вернувшись в Пекин, Хавьер Миранда поделился своими впечатлениями и мыслями по поводу поездки в Юнань. В зале присутствовало около 400 человек. Большинство из них дипломаты высокого уровня и представители международных организаций в КНР. Подобные собрания, посвященные обмену опытом с Китаем, каждый раз собирает огромное количество слушателей. Китай говорит, также, глобально, для всех стран найдется место в попутной машине развития Китая. Хорошими идеями нужно делиться с миром. Китай широко распахивает свои объятия миру и получает широкое одобрение со стороны международного сообщества. Цэндао является важными воротами морской торговли на севере Китая. Сегодня на этот причал приехал особый гость из Австралии. Роберт Миллинер, специальный советник по саммиту G20. Его привлекла сюда удивительная скорость Китая в инфраструктурном строительстве. И в особенности этот первый в Азии полностью автоматизированный контейнерный терминал, который только что отстроили в Цэндао. Безоператорные установки запрограммированы на то, чтобы работать 24 часа в сутки без остановок. Инновационные способы роста и усиления взаимосвязанного развития вошли в число важных тем и предложений саммита G20 в Ханчжоу. Группа 20 приступает к конкретным действиям. Китай начинает реализовывать свои предложения на практике. В одном из пекинских салонов Роберт рассказывает своим друзьям из торгово-промышленных кругов Китая и других стран о силе влияния китайских предложений. Большинство инициатив, выдвинутых на саммите G20 в Ханчжоу, стали важными темами саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Инициативы Китая получили мировое признание. Роберта вдохновила идея, выдвинутая второй экономикой мира, о создании новой модели международных отношений, ядром которой является взаимовыгодное сотрудничество. Открытость и взаимная выгода. Китай еще никогда так уверенно и непринужденно не приближался к центру мировой арены, как сегодня. Китай выдвинул осуществимые предложения в отношении продвижения региональной экономической интеграции. Китай дал конструктивное обещание реагировать на глобальное изменение климата. Китай предложил мудрый план в продвижении реформы системы глобального управления. Перед лицом антиглобалистических веяний голос Китая звучит звонче и сильнее. В реализации своего видения идеи сообщества единой судьбы человечества Китай один за другим предлагает варианты для взаимовыгодных решений. Мир в свою очередь тоже никогда так не жаждал приблизиться к Китаю и прислушаться к нему, как сегодня. Город Дон Син, Гуан-Си-Джуанского автономного района от Вьетнама отделяет всего одна река Бэй-Лунь. Большинство вьетнамцев, которые занимаются здесь бизнесом, расплачиваются в юанях. Это еще одна после джизианского города Иу пилотная зона использования юаня в расчетах по личным трансграничным торговым операциям. Интернационализация китайской валюты пересекла новый важный рубеж. В 2016 году Международный валютный фонд включил китайский юань в корзину ключевых валют, исходя из которых рассчитывается стоимость специальных прав заимствования МВФ. Юань стал одной из пяти основных валют мира. В 2017 году Европейский Центральный Банк пополнил свои валютные резервы китайскими юанями на 500 миллионов евро. В 2018 году китайские акции класса А будут включены в индекс развивающихся рынков MSCI. В Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций, первую в мире многостороннюю финансовую структуру, созданную по инициативе Китая, уже входит 80 государств. Без участия Китая международная торговая и финансовая система были бы неполными. В течение последних четырех лет коэффициент вклада Китая в рост мировой экономики в среднем составлял более 30%. Этот показатель превосходит совокупный вклад США, еврозоны и Японии, выводя Китай на первое место в мире. В зигзагообразном восстановлении мировой экономики Китай является настоящей движущей силой роста и якорем стабильности. Открытость Китая внешнему миру это непоколебимая основная политика государства. Китай не запирает себя, не застывает в развитии. Он широко распахивает двери, чтобы вести строительство и заниматься делами. В течение этих пяти лет концепция китайской открытости непрерывно совершенствуется. И именно по этой причине эта восточная страна привлекает к себе огромное количество иностранной молодежи. Разгаль Ор любит снимать Китай глазами иностранцев. Здесь его все знают как израильского паренька. Его видео пользуется популярностью, поэтому сейчас он начал стартап-проект по производству коротких роликов. Здесь сосредоточено огромное количество китайских стартапов. Отец Сраза тоже открыл здесь свое дело. Он владеет инвестиционной компанией и является инвестором своего сына. Полагаясь на свое еврейское коммерческое чутье, отец Сраза еще 10 лет назад был уверен в том, что Китай станет самой динамично развивающейся страной мира. Когда мы приехали в Китай, мы были успехи иметь первую лицензию для финансового капитализма, 0001. Мы были первыми финансами в Китай, в РМБ. Вы можете видеть, после того, что мы сделали 001, мы создали все финансы, каждый из них в другом городе. Это как разница хорошей успеха, и вы можете идти большим. Амир Галь Ор проинвестировал более 100 китайских компаний. Сегодня он становится все более уверенным в инвестиционной и предпринимательской среде Китая, которая улучшается с каждым днем. За эти пять лет Китай приложил максимальные усилия для создания стабильной, справедливой и прозрачной инвестиционной среды. Только в 2016 году в Китае было учреждено 27 900 новых предприятий с иностранным капиталом. Это дом Раза Галь Ора. Пять лет назад его отец Амир, будучи уверенным в перспективах развития в Китае, перевез сюда всю свою семью и определил детей в пекинскую школу. Счастливый день, когда вся семья в сборе. Бабушка Раза по отцовской линии и родители его матери специально прилетели в Пекин из Израиля. Сейчас, чтобы повидаться с бабушками и дедушкой, разу не нужно возвращаться в Израиль. Они сами прилетают в Китай. При общении к культуре и при общении к местному быту, Китай стал их второй родиной. Открытость и толерантность делают Китай самой популярной страной для инвестиций в мире. Основание пилотных зон свободной торговли ознаменовало вступление открытости Китая в новый исторический этап. Начало в этой области положила Шанхайская зона свободной торговли. Система негативных списков дала миру четкий сигнал. На рынок можно зайти с любым предложением, если оно не входит в перечень ограничений под опуску. Для инвесторов со всего мира это ценнейшее успокоительное лекарство. А для Китая это означает глубинные реформы. Начиная с зон свободной торговли на китайском рынке будет повсеместно вводиться система негативных списков. Использование открытости для форсирования реформ административно-управленческой системы позволит унифицировать требования для отечественных и зарубежных инвесторов. Новые концепции управления государством отражают уверенность Китая. 11 зон свободной торговли вычерчивают обновленную версию карты китайской открытости. ЗСТ в Шанхае, Гуандуне, Фудзяне, Тяньдзине, Джедзяне и Ляонине это новые прибрежные окна Китая, открывающие его для мира. Зоны свободной торговли в Хэнане, Хубэе, Чунтини, Сычуане, Шэнси задают новые высоты для внутриконтинентальной открытости. Здесь находится плодородная для бизнеса земля, на которую Китай и внешний мир вступают, держась за руки. Здесь опытное поле политики реформы и открытости Китая. Сюда страна привлекает инвесторов, и отсюда он выходит на внешний рынок. Двусторонняя открытость – это важная мера по улучшению стратегической концепции открытости внешнему миру. Для того, чтобы развивать свою экономику, Китай должен набраться смелости для плавания в огромном океане глобального рынка. Нью-Йорк. Каждый раз приезжая сюда, Ян Юань Цинь сам садится за руль. Приобретение Lenovo компьютерного подразделения IBM ознаменовало важный шаг китайских предприятий в глобальном распределении ресурсов. В настоящее время Lenovo каждый год проводит конференцию Tech World, собирая своих партнеров со всего мира, чтобы поделиться опытом в области передовых технологий и решений. В зале присутствует более 600 гостей. Все они представители известных мировых гигантов в области информационных технологий, таких как Microsoft, Intel и так далее. На этот раз Lenovo делится своим опытом в сфере суперкомпьютерных технологий. Китай в этой области занимает первое место в мире. Все очень заинтересовано в том, чтобы вместе с Lenovo разработать прикладные технологии для суперкомпьютеров нового поколения. Этот самый красивый в мире центр обработки данных использует суперкомпьютерную систему, предоставленную компанией Lenovo. По своим вычислительным возможностям он в 13 раз мощнее серверной системы предыдущего поколения. Здесь же находится глобальный центр исследований разработок Lenovo. Инженеры со всего мира работают здесь над созданием ключевых технологий для суперкомпьютера следующего поколения. И это лишь один небольшой пример китайских компаний за рубежом. В список крупнейших мировых корпораций Fortune 500 за 2017 год вошло 115 китайских компаний. Еще пять лет назад их в этом списке было всего 79. Китай впервые вышел на второе место в мире по объему прямых внешних инвестиций. От импорта капитала до экспорта капитала. От мировой фабрики до мирового рынка. Все эти сделки слияния и поглощения зарубежных компаний отражают мощный рывок роста китайской экономики. 30 тысяч китайских компаний распространились почти по всему миру, продвигаясь вперед в самых передовых областях, взявшись за руки с другими странами. Хотя сейчас наблюдается замедление роста мировой экономики и торговли, объем китайских двусторонних торговых инвестиций вопреки тенденции увеличивается. В 2016 году объем нефинансовых внешних инвестиций Китая составил 1 триллион 130 миллиардов юаней, а объем реально использованного иностранного капитала составил 813 миллиардов 200 миллионов юаней. Это является лучшим показателем в использовании международного и отечественного рынков и в использовании международных и отечественных ресурсов. Открытость – это где я в тебе, а ты во мне. Покупая у всего мира и продавая всему миру, Китай в настоящее время создает новую модель мировой торговли. В 2016 году число китайских онлайн-покупателей, совершающих трансграничные покупки через интернет, возросло до 78,3%. Вместе с тем за границу продаются и товары из Китая. Пеллио Суниго Перес переехал в Китай из Испании. Здесь он работает в крупнейшей торговой платформе в мире – alibaba.com. В 2016 году свыше 60 миллионов онлайн-покупателей со всего мира приобрели через эту платформу товары из Китая. Испания, родина Пеллио, является одним из рынков Алиэкспресс с максимальной долей заказов. Друг Пеллио – Это – один из фанатов онлайн-шоппинга. Помимо традиционного испанского хамона, которому он угощает гостей, в его бытовой жизни можно встретить кучу вещей, сделанных в Китае. Время от времени он покупает китайские товары через интернет. Еще четыре года назад испанцы не особо любили делать онлайн-покупки. Однако сейчас все по-другому. Теперь испанцы уже любят делать трансграничные покупки. В особенности китайские товары, так как они качественные, модные и недорогие. Вот еще одна посылка. И опять из Китая. Это купил себе планшет, который доставили на следующий день после оформления заказа. Доставка товара через день. Секрет такой удивительной скорости кроется вот в чем. Четыре из десяти крупнейших компаний мира, работающих в сфере интернет-коммерции, являются китайскими. Кроме самих товаров, передовые склады и логистическая модель – это еще одна причина, по которой многие страны мира охотно сотрудничают с Китаем. Работа на мадридском складе еще только отлаживается. Многие товары заранее экспортируются сюда китайскими продавцами, для того, чтобы они хранились здесь. Очень сильно возросла эффективность испанской международной экспресс-доставки. Два года назад, чтобы получить посылку из Китая, покупателям приходилось ждать 26 дней. Сегодня самая быстрая доставка осуществляется всего за пять часов. Ускорение торговой взаимосвязанности между Китаем и Европой – это результат эффективной трансграничной логистической сети. Взаимосвязанная транспортная инфраструктура углубляет взаимодействие и взаимосвязанность между странами, расположенными вдоль нее. Чэнду – столица китайских деликатесов. Острое блюдо «Китайский самовар» привлекает сюда туристов со всех уголков мира. Только что из Европы сюда вернулся китайско-европейский экспресс, привезя в Чэнду импортное мясо. Только что отстроенная цепь холодильных шокладов может обслуживать всю юго-западную часть Китая. Шу Чанго – хозяин этого товара. Более 26 тонн, импортированные из Голландии, свинины принадлежат ему. Шу Чанго уже второй раз ввозит в Китай мясную продукцию на китайско-европейском экспрессе. Ежегодно Чэнду импортирует 2 миллиона тонн мороженого мяса, 30% которого из Европы. В прошлом мясо, которое доставлялось сюда смешанными перевозками, доходило до потребителей только через 3 месяца. Сегодня, благодаря китайско-европейскому экспрессу, это время сократилось до 20 дней. Автомобили, вино, детское питание, закусочные пищевые продукты – все больше и больше товаров из Европы попадают в Китай благодаря таким поездам. Для некоторых аутентичных товаров из Китая тоже находятся в Европе весьма неожиданные торговые возможности. Цветоводство и древоводство являются традиционными отраслями производства в районе Вэнзян, города Чэнду. В прошлом году они стали ходовым товаром, идущим на экспорт в Европу. Эту партию не так давно заказал один голландский покупатель. С китайско-европейским экспрессом можно полностью гарантировать, что эти плетеные вазоны прибудут в Европу свежими и зелеными. Китайско-европейский экспресс проходит по самому протяженному маршруту грузовых перевозок в мире. Он является крупной торговой артерией Евразийского континента, которая продолжает разрастаться. Осенью 2013 года Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один путь». Благодаря совместным усилиям стран, расположенных вдоль этого пояса, экономические связи между Китаем и Европой стали еще более прочными. Проект «Китайско-европейский экспресс» с момента своего запуска стал первой по такой загруженности сетью ЖД-перевозок в Евразии. В обоих направлениях уже прошло 430 тысяч контейнеров. Это мудрость Китая, и это его вклад. Свыше 5000 отправлений и 52 пояса до Китайско-европейского экспресса тесно связали между собой 32 города Китая и 32 города из 12 стран Европы, сформировав совершенно новую сеть международной торговли. Являясь на данный момент взаимовыгодным сообществом единой судьбы, с максимальным охватом населения на планете «Один пояс, один путь» соединяет Азиатско-Тихоокеанский экономический круг на востоке и Европейский экономический круг на западе, пересекает Африку и окольцовывает Европу и Азию. Более ста государств и международных организаций активно поддерживают данную инициативу. Более 40 государств и международных организаций уже подписали с Китаем договоры о сотрудничестве. Это самый протяженный и самый многообещающий пояс сотрудничества в мире. Восточно-африканская саванна обладает изобильными природными богатствами и продуктами труда. Ежегодно отсюда экспортируется 24 миллионов тонн материальных ресурсов. Здесь находится транспортная горловина всей Восточной Африки. Однако здесь по-прежнему используют железную дорогу с метровой колеей, построенную сто лет назад англичанами. Скорость на таких путях не доходит и до 30 километров в час. Неподалеку отсюда только что построили новую железную дорогу, но в этот раз строили ее уже китайцы. За последние сто лет самый крупный проект, направленный на улучшение жизни народа, в Кении. Для простых кенийцев эта железная дорога является дорогой века. С железнодорожного вокзала Найроби вот-вот отправится поезд. Элизабет начала учиться управлению поездом в конце 2016 года. Сегодня она первая в Кении женщина-машинист. Приехал инструктор из Китая и сегодня ей предстоит впервые выполнить задание самостоятельно. Железная дорога Момбаса-Найроби протяженностью около 480 километров связывает столицу Кении с крупнейшим восточно-африканским портом. Вагон 2-го класса. Масаец по имени Джеремайя, глава одной из местных деревень, решил специально прокатить всех жителей своей деревни в этом поезде. Новые поезда примерно в 4 раза быстрее, чем прежние. Билет на такой поезд стоит наполовину дешевле, чем на междугородний автобус, меньше 50 юаней. Железная дорога Момбаса-Найроби – это лишь первый участок железнодорожной сети, и покроющий Восточную Африку. Для прокладки остальных путей длиною в 2000 с лишним километров ожидает приезда китайских инженеров. Хочешь идти быстро – иди один. Хочешь идти далеко – иди вместе с другими. Вместе мы будем процветать. Куала-Лумпур. Неподалеку от башен Петронос, проектированных американцами, китайские инженеры завершают строительство нового небоскреба Signature Tower. На данный момент это самый высокий объект, построенный в Китае за его пределами. Высота здания составит более 452 метров. Signature Tower обновит линию горизонта малазийских городов. В настоящее время рабочие за три дня отстраивают один этаж. Возможность овладеть самыми передовыми в мире строительными технологиями – это самый радостный момент для 2000 с лишним иностранных рабочих, занятых в этом проекте. Фахайт приехал сюда из республики Бангладеш. До этого он перебивался случайными заработками и продажей овощей, и был полным дилетантом в строительстве. Сегодня на этой площадке он самый технически подкованный рабочий. Дэн Сяо – китайский наставник Фахайта. Он личным примером научил его проверять и чинить генераторы. С таким навыком Фахайт даже после окончания проекта может не переживать о том, что останется без работы. Здесь у нас работа очень хорошая и эффективная. Я хочу проводить участие в Китае. Белл и рот. Все проекты, осуществляемые в рамках «Дин пояс – один путь», зажгутся на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. Путем строительства данных объектов соединяются сердца народов этих стран. Поддерживая друг друга, мы обретаем друзей. Вдоль этого пути люди могут прикоснуться к блестящей истории, которая переходит из поколения в поколение больше двух тысяч лет. Страны вдоль этого пути получают новую подпитку и новые возможности изнаследия и преобразований этого маршрута. Индустриальные парки. Опыт Китая в быстром сборе факторов производства, развитии отличительных отраслей продвижения и трудоустройства дает возможность этому месту выплеснуть свою жизненную энергию. Восточная промышленная зона стала первой промышленной зоной, построенной китайскими частными предприятиями на крыше Африки. Это утреннее собрание, проводимое раз в неделю на обувной фабрике «Хуадзянь». 80% из этих четырех с лишним тысяч молодых парней и девушек приехали сюда из разных деревень Эфиопии. Большинство из них не закончило и средней школы. Президент компании Чжан Хуа-Жун придумал устранять культурные барьеры с помощью песен. Для него эти работники еще дети. В возрасте 20 с небольшим лет самое время читать книги и получать навыки. Эти несколько парней изучали в Китае менеджмент и технологии производства. Чжан Хуа-Жун дал им китайские имена – Шанхай, Гуанчжоу, Фа-Джань и Фу-Цян. Ребятам нравятся эти имена, потому что они очень хотят, чтобы их родина точно так же развивалась и процветала, как и китайские мегаполисы. Гуанчжоу 25 лет, и он уже отвечает за работу в первом цеху. Всего за два года мастерство эфиопских работников в производстве обуви достигло среднего уровня по миру. С появлением новых технологий, привезенных сюда китайскими предприятиями, эфиопская цепочка кожевенной промышленности стала полной. Девять современных производственных линий в этом цеху абсолютно такие же, как на китайских заводах. Для Гуанчжоу работа на подобном предприятии – это настоящее счастье. Ежемесячная зарплата в компании «Хуа-Цянь» у таких менеджеров, как Гуанчжоу, составляет 5000 юаней. Да и зарплата простых рабочих на этом заводе тоже в два раза выше, чем в среднем в этих краях. Новые индустриальные зоны расширяются. Скоро здесь разрешится вопрос предоставления рабочих мест для 50 тысяч местных жителей. В 20 с лишним странах вдоль одного пояса одного пути уже построено 56 подобных индустриальных парков и зон торгово-экономического сотрудничества, на которых в течение последних пяти лет было создано 180 тысяч рабочих мест. Толерантность, взаимный обмен и заимствование. Сделать лучше свою жизнь и сделать лучше жизнь других людей – это то, к чему стремится китайская открытость. Неподалеку от озера Вэймин в Пекине Деста Тесфау Мембрату из Эфиопии тоже усердно изучает опыт китайского развития. Вместе с Дестой в Институте развития и сотрудничества Юг-Юг учатся 48 студентов из 27 стран. Все они правительственные чиновники среднего и высшего ранга или же руководители общественных организаций. Они надеются с помощью изучения опыта Китая отыскать путь, подходящий для развития их собственных стран. Теперь Деста собирается порекомендовать эту книгу, которую он только что прочел своим друзьям. Будучи первыми студентами Института развития и сотрудничества Юг-Юг, за этот год им удалось увидеть прошлое и настоящая Китая. Теперь они более четко представляют себе свое будущее. Близость народов определяет суть отношений между государствами. Только искренность рождает долговечную дружбу. Сближение в политике, соединение инфраструктуры, беспрепятственная торговля, взаимное познание и устремление народов. Это путь сотрудничества. Это связующее звено, соединяющее китайскую, азиатскую, европейскую и африканскую мечту. Это дорога исполнения желаний о совместном стремлении народов наших стран к лучшей жизни. Это эпоха уверенности и мощи. Инвестиции, проживание, путешествия Китай приветствует во всех уголках мира. В течение последних двух лет объем выездного туризма в Китае ежегодно превышает 120 миллионов человек в раз. Это самый высокий показатель в мире. 65 стран и регионов ввели в отношении Китая безвизовый режим и оформление визы по прибытии. Махнуть, когда захочешь, в путешествия с китайским паспортом в руках уже стало определенной модой. Однако ценность китайского паспорта не только в количестве стран, которые он открывает для посещения. Главнее всего то, что где бы вы ни были, в какой бы ситуации ни оказались, он всегда безопасно вернет вас домой. В разгар лета 2017 года фильм «Война волков 2» не успевал обновлять рекорды кассовых сборов. Бешеную популярность в фильме обеспечил не только захватывающий сюжет, но в первую очередь горячая любовь к родине китайских граждан. У Чжан Зо Хэ и его коллег при просмотре фильма совершенно иные ощущения, чем у остальных зрителей. Военный мятеж в Африке, о котором рассказывается в картине, эти люди пережили на собственном опыте. Эпизод в конце фильма, в котором герои картины размахивают красным пятизвездным флагом, проезжая в джипе по боевому участку, это именно то, что делали Чжан Зо Хэ и его коллеги, когда были там. Самым незабываемым оказался третий день военной смуты, когда в Ливию прибыли военные корабли с родины. И есть особая скорость, которая называется «Китай спасает», и особое трогательное чувство, которое называется «Родина заберет меня домой». В 2015 году, во время вооруженного конфликта в Йемене, ВМС КНР направили военные корабли в порт Аден, чтобы эвакуировать своих соотечественников. От смертельной опасности до защиты на военном корабле на эвакуацию 571 гражданина Китая ушло всего два дня. Не прошло и месяца после йеменской эвакуации, как в Непале, произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Китайские самолеты первыми прибыли в Непал, благодаря чему более тысячи китайских граждан смогли миновать опасность и вернуться на родину. Неоднократно задействованная модель китайской эвакуации в очередной раз растопила сердца народа. В 2016 году в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. В беде оказались тысячи туристов, среди которых были и китайские граждане. В итоге консульство КНР арендовало все вертолеты, которые можно было арендовать, и за 40 часов эвакуировало всех 125 туристов из Китая. Такая эффективная модель оказания помощи вселяет гордость в китайский народ и вызывает восхищение у всего мира. И есть особая гордость, которая зовется «Я китаец». Есть особое счастье, которое зовется «Я китаец». И есть особое чувство безопасности, которое зовется «Я китаец». Состоятельная жизнь, богатая экономика, процветающая страна. В каком бы уголке мира сегодня не жили китайцы, они везде могут почувствовать мощь и надежду своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok «Песня о родине» не только раззадорила китайских эмигрантов, которые присутствовали на площади, но и многих иностранцев. «Песня о родине» «Китай, Китай, 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 Китай!» Никогда раньше Китай еще так не приближался к центру мировой сцены, как сегодня. Никогда раньше Китай еще не был так близок к исполнению мечты о великом возрождении нации. Стоя на новой отправной точке истории, устремившись к этой великой мечте, Китай уже издал приказ о мобилизации для начала нового похода, направленного на построение модернизированного социалистического государства. Китайский народ непременно встанет как равный в один ряд с народами всего мира с еще выше поднятой головой. Бескрайним является океан, где мы плывем вперед, подгоняемые ветром. Мы уверены в нашей стране, и мы желаем ей всего лучшего. Мы испытываем гордость за эту страну и за эту эпоху. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok